Да, да. Вот вы знаете, вот такая тема тоже, то, о чём мы говорим с вами, интересная тема вот стресса. Ну, вы знаете, стресс, канадец, я помню, это его, у вас, видите, было, значит, это он, я забыл только, кто это, но это не имеет значения. Селье, да? Селье, что ли? Это термин стресса откуда пошёл? Селье или селье, там, учёный какой-то. Ну, я забыл, я забыл уже, ну, мы уже многое знаем, но забыл я, к сожалению, но я знаю, что это канадец, да. Дело не в этом, стресс. Как человек, вот, я знаю вот такую вещь, что японцы, прежде чем помидоры сажать, они их бьют специально, потому что растения испытывают стресс. После того, когда они побьют, они начинают пышно, пышно расти. И так же и человек, который испытывает стресс, без стресса не может, и ничего существующее, живое, живое существующее, не может существовать, не может без стресса. Это, наверное, близко к этим болезням сейчас говорим, потому что все говорят, что человек закаляется в своих страданиях, когда он страдает, он испытывает что-то, происходит закалка. Посмотрите, как, ну, вот, когда люди прошли какие-то испытания, я имею в виду жизненные испытания, в жизни тоже у всех какие-то страдания бывают, правильно? Они, как правило, потом становятся только умнее, так скажем. Если это интересно, тем, можем продолжить ее, нет, можем не продолжать. Сполит, с вами. Очень хорошая история, тем интереснее, давайте. Потому что я профессионал. Давайте, давайте, да, ну, тем более. Не, я профессионал, выслушаю свои слова. Тем более, тем более. А как нужно для жемчужины полный смысл, так страдание нужно для души и ума. Это стресс по силам, это очень даже хорошо. Стресс по силам, да. Я перед отъездом разговаривал с одним, это, капитаном полиции, и он говорит, вот нас не любят. А почему не любят? Пьяные 10 человек, а я им там пинка подзадал. А если я им не дам, они напьются друг другу бутылками, будут бить и поножорщими. Вот это маленький стресс. Пинка дал, и они разбежались. И это убивать их не надо, стрелять их не надо. Вот это вот так сказать, чтобы люди поняли. Это, пожалуйста, вырежая. Да. Поэтому, действительно, нам какая-то болезнь дается. Тебе надо прямо идти, а ты все время налево. Это тебе звоночник. Саша, ты пошел не туда, надо правильно, и все. А мы думаем обмануть себя. Вот я одну казачку знаю в Краснодарском крае, бабка. У нее два класса образования церковной препятствии. Она показывает, от йога не откупишься от него. То есть, человек грешит, ему дается болезнь. А он думает, операцию, уколы, таблеточки. Это самообман. У меня была книга профессора Машковского, 950 страниц. Уколы, таблетки, операции. Я, как всегда, написал одной знакомой. Она прислала в контейнер. Все это антинаука, это не наука. Это человек впадает в иллюзию и будет еще больше грешить. Человека подлечет, а он опять там и прелюбодействует будет. Драться, наркотики принимать. Это, ну так чтобы раз и навсегда. Вот бросил и все. Вот я курил, курил, а в 81-м году я в клинике не бросил. Лечили меня голоданием. Три дня голодал и в это время курил. А во время голодания, видите, меня потрясло. Все, бросил все. Вот это стресс был. Причем врачи удивлялись, как ты так бросил курить. А вот так вот бросила все. Они сами этого не поднимали. А если бы я 10 дней голодал, то еще бы больше результат был. Но тут матушка кричала. Пришла и врачи устроила скандал. Нельзя его так сказать. А не надо вмешиваться. Тогда в клинике неврозов прекрасный врач был, когда от Налого Чубунов. Он ездил в Индию и привез дыхательную гимнастику и лхатхо-йогу. Лариса Гюриевна преподобала лхатхо-йогу, а Татьяна Владимировна дыхательную гимнастику. И Гулкаова, или Антонина Ивановна уже стала вести Юрия Ивановича. А вот и тренинг этого достаточно. Никаких таблеток не надо. И это родителям, окружающим не надо вмешать. Вот только процесс лечения. Она во многом помешала мне. Да, да. Ну вот это пусть специалисты. Ребята, еще раз повторяю, профессионал он не тот, кто знает больше всех, а тот, кто получает за это деньги. Да, конечно. Если кто-нибудь будет видеть, кто-то посмотрит, настоятельно рекомендую «Самойлов. Основу личной безопасности». Вот, если бы эта книга попалась мне лет, то хотя бы 40 лет назад. Много бы изменилось, или я многому научил бы других. «Самойлов. Основу личной безопасности». Там все написано про стресс. А так, в принципе, ребята, стресс, вернее, голова, человек попадая, даже не опасно, а в непривычную для себя ситуацию уложению, это стресс. Вот, например, представьте, так вот, сейчас какого-нибудь бедуина или бербера, который привык на то самое, посадить его на мой каперк, нормальный, так, и пустить палады для него, это будет стресс. Также представьте нас, так вот, сейчас вот взять, так вот, надеть меховые шубы, все. Ну и вот так, телефонную, еще. И пустить, например, вот это, жить в эту самую герангу или в иглу, так вот, ну, для них это нормально, так, ну, для нас. То есть человек, попав в необычную ситуацию, непривычную ситуацию, сразу автоматически считает ее опасной. Вот. Опасной начинает мозг, грубо говоря, так, ерепениться, так, подает сигнал тревоги, да. Подает сигнал тревоги, надо что-то делать. Ну, дальше идет биохимия, так, вот, адреналин, норадреналин, выброс, так, гормонов, так, вот. То есть организму надо что-то делать. Или защищайся, или беги. Все, организм раскачивается, так. Организм раскачивается, и первое, что делает, так, вот, спиной мозг берет руководство себя и отключает голову полностью, так. У тебя потеря слуха, туннельное зрение, так, вот. Ну, то есть ты даже не можешь понять. Туннельное зрение, это когда в состоянии опасности у тебя схлапывается зрение, и ты видишь фрагменты. Память отключается полностью, моторика отключается полностью, и в состоянии стресса глубоко. Ну, тобой руководят инстинкты природные. Голова не работает. Голова, подняв панику, тихо, спокойно уходит на покой. Когда состояние становится с действительно опасностью, мозг вообще отключается. Человек, грубо говоря, или в ступор впадает, или теряет сознание. Ай, разбирайтесь со мной. Я панику поднял, все, так, я испугался, все, я в своей черепной коробке спрятался, а вы там творите что-то. И работать приходится гормоном, работать приходится спином, мозгом, нашим инстинктом, нашим навыком и все остальное. Вот состояние стресса. Состояние стресса, оно надумано. Да, это маятник, да, спортсмены, спортсмены, ну, экстремальщики, они маятника раскачивают. То есть они привыкают к состоянию стресса, отодвигают так, чтобы голова не мешалась. То есть голова, когда начинает панику, говорит, парень, подожди, мы год назад спускались по этой же речке, так, и было так же тяжело, так, что ты, что ты паникуешь, не мешайся, так. Также основа любого единоборства, так, ну, особенно китайская школа, да, состояние тихой глади, так. То есть состояние воды, меня не волнует противник, меня не волнует все, состояние, успокоить мозг, так. Состояние стресса, просто, чтобы мозг не мешался. Мозг не нужен в состоянии стресса для того, чтобы хорошо работали уши, хорошо работали глаза, но если пока мой мозг будет переваривать, например, так вот, сигнал опасности, терять доли секунды, так, в это время головной мозг, так, уже предпринял какие-то автоматические действия. Я умрекаюсь. Ну, вот ты сказал профессионал. Это одно слово-то я хочу добавить, дело в том, что это я говорю свое мнение, я только вам вопросы сдаю, но мнение тоже, я, вы обратили внимание, я уже сколько, несколько часов, все, молчу. Слава Богу, это борьба над собой. Извини. Это борьба над собой, вообще-то. Извини. Дело в том, что понять, что стресса более широкое, я хочу сказать. Я пример приведу очень простой. Это тоже стресс, это не обязательно опасность какая-то. Не обязательно опасность-то, вот в чем дело. У меня сломалось удилище, у меня стресс. Удилище сломалось, у меня стресс колоссальный, я не знаю, что делать. У меня ощущение такое было, все, жизнь кончилась, все. А мне хочется рыбу половить. Это на более широкое понятие, это не только опасность, это более широкое понятие. Да, это все нормально. Это жизнь. Юлочка, я только это и хотел добавить, больше ничего. А так, но ты потом сам это сказал, когда стал о борьбе говорить, там не обязательно опасность это, не обязательно опасность. просто ты работал в этом направлении был связан с опасностью стресс связаны с опасностью но на самом деле это более это не обязательно опасность это все тогда стресс до есть так и есть если бы его не может ничего грубо говоря на сам это самое и не может для того чтобы заставить мышцу сократиться так посылает окончания посылают удар тока да это одно и то же это под ударе только только мышца сокращается эти если я организм любой так вот в стерильный поправлю тебе стериль красивый стерильные и комфортные условия так вот посадить конечно грубо он выродится конечно берет разыщет не можете любое желание что не может существовать что воспринимать стрессом просто грубо говоря ну ответ на какие-то раздражители да да раздражители как совершенно идет раздражители и не нервы мышца сокращает я хотел просто добавим на мы об одном говорили стресса нам это а мы-то куда ушли да 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 мы об одном конечно говорили да так это все конечно это одно и то же да вы знаете есть что-то еще по поводу стресса вот я знаю вот она эту тему вообще сказать я есть что вам сказать я слишком много говорю ничего страшного ухо-то два да дальше частности пойдет ничего страшного это интересного это интересная частности я мог ребят но если я специалист и занимал конечно мы с удовольствием если я грубо говоря в вооруженных силах занимался именно адаптации именно подготовка именно моральной поддороги психологически действий новых стерва миха это будет частности это потому что я скажу то что я знаю а мне надо то что я не знаю узнать это частности они или чего это основу мы сделали так вот специалисты это как раз дуле чем дело я что же готовила разных специалистов и одному нужно вот именно эти знания именно эти вам и грубо говоря эти знания лишние будут они не применим скажем мне интересно на философскую муру мне все хорошо понимаете вот состояние стресса вот даже я может отвлекусь так вот очень интересная вещь вот человек останавливается сердце так запускает продолжать работать хотя бы в принципе она отказалась и она продолжает работать нет бывает и второй раз но это когда уже и но продолжать работать и человек в стрессах ситуации он борется за свою жизнь и подключает подключает такие резервы которые все но стоит человеку грубо говоря успокоиться она наказывает у люди помирают будем по статистике так я специально интересовался попал в больницу то есть вот он он грубо говоря попал все он расслабился он перестает бороться за свою жизнь хороший доктор сделает укол даст мне таблеточку и вообще забота о моем здоровье грубо говоря это уже не моя забота забота доброго доктора все он расслабляется и вот в этот момент так вот организм умирает вот заботы о своем здоровье о своем о своей жизни грубо говоря они опытные они у них таблетки и пусть они думают а я буду вот так вот раскрыть рот и смотреть и и это это все извините конечно я учащихся да все правильно да если бы в свое время грубо говоря я поверил врача специалистам хотя нет после приехал так вот привезли успех но все же знаете в это самое все по знакомству все через друзья ну чё греха дает если через друзей все естественно эти друзья после так вот не говоря профессору так привезли сюда как года через два принял конечно не такой был шикарный вид у меня смотри вот так вот так вот как ты пошутил и мы с ним так извините нет это нормально это согласно так я просто так вот ну как решил вещи умирать как умирать вот не в больничном палате то есть клизмой гладица умирать достойно хорошо конечно нормально конечно нормально да естественно организм организм бунтовал так это мы с вами о смерти заговорили хотела же о смысле смерти да ну в принципе это да и вот ты знаешь дело доходило до того что я уже вот так вот на карачках так вот под полскотки так воткнул так вот это самое нож в лодку полка все уже состояние такое вот сейчас погружусь съезжу так и в больничку в больничку в больничку утром встал так думаю ехать привозку заклеить надо а потом сказался нифига тебе так вот и вот так вот потихонечку потихонечку полегонечку выхода не то есть поставил себя без выхода но опять я своем личном бывает такие выходы одно слово можно я тогда добавлю одно слово не один приятель мой хороший знакомый очень друг друзьям с ним ну и вот как то ну тоже о здоровье говорим нам же все таки когда человек молодой он не думает о нем все ну как ничего не болит и все нормально когда человек уже в возрасте конечно он уже что-то бывает болит сердце прихватывает вот мы с ним разговариваем по поводу сердца да значит у меня бывает говорит такое вот когда очень начинается как-то ну человек же переживает как он когда что ты делаешь я делаю я стараюсь как-то осторожненько осторожненько как-то лечь на бок не на сторону сердца на другую сторону и потом успокаиваюсь и засыпаю он начать ты что он говорит я про что такое я боюсь умереть я по поводу смерти я говорю это наоборот счастье во сне умереть я и тогда уж добавлю туда к этому у меня была недавно история по поводу сердца история была я саша говорил это когда я в ванной был я не знал что оказывается ванной но в ванной у тебя здесь ванной нет а в Питере когда холодно очень на улице пришел ну люблю ванны я в горячей воде там нормально встаю это было три четыре вода назад вылезая из ванны и внукова я на из один живу вылезая из ванной и надо поправить у меня алпала где занавесочка висит я голову поднял вдруг у меня глазах потемнело и я провалился в небытие в одну секунду все-таки вес у меня тоже приличный где-то за 85 килограмм она есть где-то под 90 наверное исходя из роста и так далее вот когда я в себя пришел вот все то что вы говорили я все совсем согласен и наверное в будущем скорее всего будет согласен пришел значит открывая глаза лежу на полу в ванной лежу рядом с трубой смотрю весь крови весь крови все связь уже я попытался встать сил нет встать я потом понял сердце остановилось встать я потом уже это понял я скажу почему вот сердце остановился я просто я спокойно совершенно спокойно к этому отнесся ну полежу да и все как там не мешает полежу у меня знаете настолько говорю лежу спокойно полежала где-то я не знаю сколько полежал ну наверное может быть 15 20 30 минут и потом на четвереньком другую комнату я дополз лег у меня к счастью кровь у меня не сворачивается то что я вина прямо говорю вина много пил вот это у меня вино хорошо на влияет на эта тема другая ладно ну долго значит кровь полежала минут 20 все потом я себя снял не стал нигде показывать чтобы люди не испугались что побили да не побили но мог и умереть вообще-то честно говоря и только потом начать своим товарищем разговариваю он мне говорит что саша да ни в коем случае нельзя в горячей воде чтобы сердце было ниже линии воды и я потом уже мере давления понял я не осталось и как с точки зрения исследования своего организма у меня нету никакой не аритмии ничего но однажды я решил попробовать горячую ванну принял мерю а сектор тук тук и останавливается тук тук и останавливается вот я вот это хотел сказать так вот я часто думаю боже да остался бы там не знаю абсолютно спокойно к этому отношусь у меня нету чувства потому что я верующий человек я верю бессмертия души верю я извините вот я хотел вот это я сказал мне вот это я пережил это я знаю я спокойно отнесся к этому то что произошло совершенно спокойно извините ради бога ребята я перебил вас это выйти это я тут кто-то за самую двость программы всех перебиваю бане часа что-то качество я одновременно тоже был пользовался этими гонами конечно не до уровня сердца набирал разные травы заваривал доводил до кипения отставлял на 10 часов и потом вот на любого и сидел так обмывался а теперь просто холодным душам пользуюсь мне в жеке говорят а что горячая вода не нужно не нужна холод заканивали любое телеки это портфири иванов говорил у которого 4 класса образования знаменитый амстронг который написал книгу половина терапии живая вода он ведь я не понимает для человека самое дорогое здоровье а он доверяет врачу чужому человеку зачем вот тебе надо и я много врачей перелетал но запомнил 1 когда работал на бусфильме нам по несколько лет не добавили потому что конец апреля в командировку до середины октября а зимой иногда добавили и вот я в марте месяце восемьдесят третьем года поехал в геленджик думаю когда я куплю кусок за 50 рублей пансионат кавказ а там прекрасный врач 75-летний а потом стал хаткой йогом и психотерапевт он сказал никто не даст вам исцеление не бог не врачи добьёмся его выздоровления своими глазами у нас транс подел гипноз это первый кирпич и здоровье это зерно на лекции антиалкоголь что у него себя кричит и там кто-то из обращающих все конечно больные он горел а как же культура питья там те же мараули там коньяк армянский герман сказал просто пьете потому что танцы двадцать и варь какое вкусное вино не было это идет во вред хоть ты тройной пьешь на же на камчатке тройной это дорогой был и это 90 копеек а солдаты получают 280 а макета 66 а карманы гвоздика по 57 и я даже видел ребята утоли на черный хлеб кочегарку на лопатку когда они это пробовали я тут не пробовал вот так сказать человек еще наслаждение себя наслаждение он за полома ты палкой по голове я все-таки должен он затрону очень интересную тему на самом деле я саженка ты сам затронул я ее не хотел трогать эту тему но я ты ее затронула я должен обязательно здесь слово сказать обязательно ничего страшно я считаю что можно все темы обсуждать ничего здесь такого нет я думаю что каждый имеет право вести себя как хочет это не имеет никакого значения он затронул тему значит я знаю пустую он не этого не скрывают он наоборот делать что он мочу пьет он и обливается и так далее и так далее я хочу свое мнение по этому поводу сказать когда человеку не может у него денег нет медицина ему помочь не может а таких случаев очень много когда не знает почему человек болен человек на все способен для того чтобы для вот именно стресс для выживания вот как ты говоришь чтобы выжить я прошел это все я пил мочу было потому что я не мог мне не но я не мог нигде ничего я могу можно долго и не не надо болезни говорить конечно но я прошел все это не буду долго рассказывать одно хочу сказать потом когда я понял что надо я сожалею об этом что я это делал потому что на самом деле надо просто поменять свой образ жизни все любой стрессовой ситуации рак там не рак надо полностью поменять весь свой образ жизни что его и сделал когда у него случилось вот это он поменял свой образ жизни полностью и это его выручило я так считаю я не знаю может быть я не прав может я не прав я знаю случаи когда люди у них барак они последние деньги едут в путешествие продают все едут куда-то в путешествие и все проходит я думаю что человек создан все-таки не для того чтобы мочу пить и чтобы ей обтираться это мое глубокое убеждение не говоря о том что если еще будет на виду это всех делать тогда наша жизнь превращается вы все-таки на земле живем и наша жизнь превращается тогда какой-то извините в туалет вообще-то превращается человек это духовное сознание там нету никакой мочи куда куда я говорю там в квантовом мире нет куда мы хотим прийти поэтому у меня другая точка зрения облескнул свою точку зрения вот и все она имеет право она имеет право на существование да она имеет право на существование я 20 лет благодаря этому живу совсем другую ложку зрения я хочу еще ты имеешь право имеешь право имеешь право я об этом и грехе говорили я выскал другое даже до наших пор сохранилось это на английском кладбище ампитаке на ты выживаешься врачам потому я здесь вот и все на точке да ребят но давайте давайте только в другую сторону есть на секундочку они оттуда тему когда люди отказываются от грубо говоря медицинского хорошего парка и ходит в знахарство так и идут грубо говоря не к врачу а к бабке так да 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 гораздо лучше в единичных случаев единичных случаев всегда да да и не всегда так где-то посередине да где-то посередине лежит это да ну давайте так надо просто грубо говоря так как вам сказать даже я вот я стараюсь забыть обо всем этом и вот если честно сказать воспоминание своих болячков для меня это ну стрессовая ситуация но вот так как у меня была подготовка так как я грубо говоря был специалистом так как у меня но в остальном кроме башки так вот тело было так я смог это преодолеть есть если бы грубо говоря не физическая подготовка но если бы не моральная подготовка не психологического я бесит на зуб то есть я на что-то я опирался все-таки я верил верил что вот одна башка ничего не решает тело поэтому да действительно если если грубо говоря у тебя организм здоровый так веряю но с какой-то болячки ты можешь решить проблему но все организм больной весь так и психологически к этому не готов а так человек может все я в уламбаторе видел этих самых буддийских монахов 40 градусов мороза я в спинели так говоря полушубки все они будут сандаликах так вот простых этих кимоно так с голыми бритыми головами 40 градусов одни даже пара не будет от них не идет даже пара то есть грубо говоря не так вот они в том то есть и где обитания которые есть и не сказал бы чтобы холодно